всем привет ребята мне так приятно когда вы переживаете из-за того что на моем канале не выходят видосы и сейчас я попытаюсь объяснить почему же на моем канале так давно не было видео и почему я перестал снимать а перестал я снимать видосы из-за того что у меня начались проблемы жильем живу я в общежитии на третьем этаже но последние пару недель мы с пацанами живем в подвале из-за того что прилетов очень много ночью постоянно стреляют в какие-то учебные заведения школы заводы и так далее а мы тут живем как раз чтобы понимали в тут городке у нас тут куча универов куча общежитий и постоянно можно сказать ждем ракеты сидим просто как на пороховой бочке и в итоге мы с ребятами решили что нам нужно теряться с этой общаги потому что в подвале не очень приятно жить из-за того что там сыра непонятно когда день когда ночь меня это все начинает раздражать я не хочу не кататься не снимать видосы и жить в такой обстановке очень напряжно и тяжело и мы с пацанами решили найти какой-то вариант на первое время чтоб съехать с общежития и сейчас я вам покажу что это за харик и так ребята живем мы с пацанами в заброшенном магазине сейчас я покажу откуда мы через какое окно залазим вот здесь есть разбитое окно и мы с пацанами так с улицы залазим через это окно и живем вот в таком вот заброшенном магазине продукты здесь еще есть и можно брать все что захочешь и кушать все что захочешь так что мечта детства сбылась можно заходить магазин и кушать все что захочешь пацаны сейчас я покажу вам свое спальное место вот здесь вот спальное место моё сплю я здесь вот мой велик вещи там спрятаны чтоб никто сюда не залез и не украл так что как-то так мы с пацанами живем смотрите можно вот так вот сделать киркатик взять и слушать в общем короче вот таких условиях мы живем надеюсь у нас никто не спалит и мы будем здесь жить еще некоторое время таком заброшенном магазин а если стеллажи по убирать вообще здесь кататься можно кстати говоря так что вот так вот мы переехали в заброшенный магаз тут уже полки пусты здесь еще еда есть соки можно пить любые вот так вот в принципе еда здесь еще есть так что некоторое время можно прожить и без денег кстати говоря вот так вот жвачки всякие батончики можно кушать да ладно ребята вру я не живем мы в магазине мы живем возле магазина вот здесь вот в офисе но этот считай что это магазин сейчас вам покажу нашу халебу вот здесь вот живем на деду цвет включаться вот так вот диванчик тут еще матрасы перевезем мы сюда все закинем будем здесь жить пока что первое время в этой вот кибитки офисной так что такие дела пацаны живем чисто в магазине и вот так вот заходишь и ты уже в магазе но это только на первое время на пару-тройку дней может чуть больше пока мы с ребятами не найдем какой-то дешманский ларик жилья потому что магазине тоже жить невозможно из-за того что здесь нет ни плиты газовой не электронной нет нет негде помыться один туалет только есть вот так вот так что с ребятами сейчас ищем жилье надеюсь найти какой-то дешманский или вообще бесплатная какой-то волонтерская если у вас есть какие-то варики пожалуйста напишите мне в инстаграме может у вас есть тут пустующая квартира в харькове или еще что-то чтоб кто-то нас пустил пожить мы чисто плотные за собой будем все убирать и в принципе ничего устраивать там сильного не будет или же ребята вы можете поддержать меня платной подпиской на ютубе всего лишь за один доллар ребята ну или кто хочет просто можете задонатить не копеечку на карту я буду очень благодарен потому что сейчас с финансами очень большие проблемы работы нет еще и жилья теперь нет так что ребята мне нужно как никогда сейчас ваша поддержка хотя бы какая-то хотя бы комментарий напишите мне это очень важно мужа сейчас время очень тяжелое еще и жилья лишили с пацанами но надеюсь это все ненадолго будет и все это скоро наконец-то закончится и мы наконец-то будем жить спокойствие и как раньше кататься жить и работать так что ребята вот такие вот сейчас у меня дела не очень приятные с таким настроением снимать и кататься вообще никаких нет сил и энергии так что буду через силу стараться что-нибудь для вас снимать чтоб канал не пустовал и развивался хоть чуть-чуть так что ребята поддержите меня пожалуйста поставьте палец вверх этому видосу а мы поехали кататься что-нибудь что-нибудь Сука, ну вот это минус от скользкого бетона. Нормально растяжка. Как ваша мать. Я просто ну это вообще пиздец. Я вот так ногу ставлю и все. Да видели, видели мы. Сука. Не, ну трюк то сделан. Ну только из-за скользкого бетона никто не вышел. Это бессмысленно, мне кажется. Это чисто бессмысленно. Нихера себе. Вот это Джеки Чан, сука. Вау. Вау. Наконец-то. Наконец-то. Показал, что тут папка. Спасибо, хватит. С меня нахуй на сотня Баймикса. Уёблю. Так, друзья. Дякую EnjoyBayMixStore за такие гарные подарки. У меня нема. Посмотрите, он жив. Жил. Дорога. Не умер. Не умер вообще при войне. Да мы давно не виделись. Что ты расскажешь? Как война проходит? Очень хуёло тем, что расистов надо гонять в самую Москву. Чувачи. Да? Правильно. Что, как у тебя на районе? Тихо? Не совсем было тихо. Были прилеты. Павлово поле пострадало. Да. Мы, правда, там не видели с Герман. А мы для кого он похож. Да уже были и в Яре видятся. А где ты был? В Сорженом Яре на 23-м августа. Да? Всю войну просидел там? Вообще, не хотелось даже из Харкова уезжать. А ты уезжал? Нет. Красавчик. Дома спал. В метро не хотелось ночевать. Потому что я под ноги лез, не хочу никому. Страшно было? Так страшно, что вообще полное. Понятно. Меня чуть не убило на этой войне, когда спал. Кто спрашивал, вот он. Жив, здоров, цел, орел. Да? Цел. Полите, ребята, какой прилет возле скейт-парка был. Посмотрите, какая яма. Сейчас я вам покажу скейт-парком. Постекло малешка. И смотрите, будка как посечена. Полите, как осколками изрешетило будку. А вот как изрешетило скейт-парк. Сейчас с другой стороны покажу. Там тоже есть насквозь пробитый. Чисто насквозь есть пробитие. Хорошо, что в этот момент никто не находился на скейт-парке и никого здесь не пришибло осколками. Так, ладно, будем собираться и катить куда-то дальше или уже на базу к Мекасу поедем. Так, ребятки, сегодня остаюсь у Мекаса. Надеюсь, ночь будет тихая. Хоть в душ схожу у него, потому что в магазине душа нет и там негде купаться. Приходится ездить к друзьям, купаться, мыться и все эти дела делать. Туся лежит на полу написала и вот так она теперь пригинается и говорит, а вот я дурочка написала на полу и меня все теперь ругают. Сейчас Мекас будет убирать тут лужицу, в которую я уже вступил, сука. Да, Туся? На шо? На шо на пол? Началось. Началось, пацаны. Ночь, походу, будет неспокойная. Ну, сука. Пидорасы ракеты запускают. А Мекас с тем временем пол убирает. От собачей. Писи, каки. Но пока ракеты не бачу. Надеюсь и не побачу. Утребые миксеры начинаются не с кофе. Это там. Катулский, наверное. Табличку он получил. Это вы прикиньте, вот так оно вот ебало вот сюда. И вот это все разнесло волной, да, ударно. Волной и осколками, да. Это тоже волной, я так понимаю. Тупо в кладбище. Да, это кладбище. Кладбище. О чем можно говорить, если... Блядь, ну это просто вообще. Да тут же Бендера ты делал в кладбищах. Все лавами выцеливали ракеты. Мертвых тревожим, да, то что говорить о живых. Ты посмотри, ну что случилось от ударной волны. Посмотри, как оно ее раскидало нахер. Ты в шоке, да? Мне надо пиздец. Ну да, пацаны, на кладбище, конечно, прилетик... Бессмысленный. Зачем, да? Да, нормально, тут жестко развалило все. И вот мы только что проснулись с Мекасом, сидели, кушали на кухне и слышали прилет. Зашли в новости и минус три человека погибло из-за того, что с утра был артобстрел из РСЗО Ураган. Люди шли на работу и не дошли. Это печально, пацаны. Каждый может оказаться в такой ситуации. И это непредсказуемо, просто рандомом. Да. Ты вот так идешь, куда-то едешь и просто из неба прилетает к тебя... Свист, последнее, что ты слышишь. Да. Свист и все. Вообще, тупо в любой момент. И вот так вот распидорашивает твое тело, как вот этот металл. Посмотрите, как рвет все. Металл такая. Прикинь, что с человеком. Это же просто разрывает. С телом жесть происходит. Братан, тем более, осколок это не пуля гладкая. Осколок он... Ну да, он нормальный. Он прям с тебя вылетает, разрывает все внутри. То есть, это жесть. Да, шансов выжить... Нет. Короче, ребята, в такой обстановке мы постоянно катаемся. Из-за этих обстрелов ежедневных кататься вообще не особо хочется выезжать. Потому что, ну, настроения просто нет из-за того, что постоянно стреляют. Постоянно ты в опасности. Да, атмосфера такая. Атмосфера, конечно, не особо. Прикольно. Опа! Что там? Пацаны. Нихера себе, как лад на желудок. Раскурочка несется. Да, такое что-то порошок, походу, какое-то тонкое слишком. Раскурочка не несется. А как ее распечатать? Помогите. Нифига себе. Вы можем поверить в такую удачу, вообще, пиратскую? Не, но мы, конечно, у нас прекрасно. Пиратского пиратского... Мы против наркотиков. Против. А шо тут так интересно? Это это сейчас сейчас какие-то порошки, соль там и это тут вы собираем. Да, нахер нать им надо, не бери его. Да интересно, чувак. Ну, что. сейчас примут другом листового найти его матрит бумажки сто пудов травка какая-то что там что там покажи походу это кокса бумажку шмаля ворачивать это записка послание дорогие подписчики подписывайтесь на канал а